привет друзья сегодня с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег пришло письмо от маргариты здравствуйте олег и аквар огромное спасибо за такой замечательный канал он уже во многом нам помог вот так как у меня раньше никогда не было собаки иногда я просто не знаю как мне поступить чуть больше недели назад у меня дома появился замечательный щенок джек раз интерьер которого бы назвали честер и могут и щенки в таком возрасте проявлять доминантное поведение могут сразу отвечают честер под настроение реагирует на свою кличку может даже не повести ухом когда я его зову иногда бывает агрессивен скалится вырывается рычит пытается укусить очень часто прижимает уши назад уши назад агрессия понятно я никак не могу приучить его реагировать на команду нельзя пользуюсь вашей методикой двух пальцев я рассказывал просто когда пытаетесь наказать как-то собачку нужно имитировать укус но это одна из степени наказания сначала голосовая команда потом тыквите в область холки имитируете укус видно об этом и речь здесь он абсолютно равнодушен голосовому маркеру то есть вот сначала говорите и к наказанию полностью игнорируя и то и другое продолжает есть тапки мебель ручки руки и ноги когда я хочу его за что-то похвалить говорю молодец честер умница и так далее пытаясь погладить он начинает прикусывать руки получается что я похвалила его за то чего он делать не хочет и разрешите задать последний вопрос когда мы занимаемся мне в руках прикормка он игнорирует абсолютно все мои слова пытаясь до нее добраться прыгает на меня кусает руки ноги как не вести себя в этом случае заранее огромнейшее спасибо за ответ очень ждем ваших советов маргарита вы взяли собачку видимо она понравилась вам внешне потому что если у вас до этого не было собаки вы не имели опыта общения скажем так собачками я бы не рекомендовал вам брать настолько жизнелюбящего скажем так такую породу собаки как джек-рассел-терьер давайте начнем с истоков я вот люблю всегда начинать самого рассуждать самого начала вы взяли ну достаточно молодую выведенную породу собаки джек-рассел-терьер изначально откуда эта порода взялась джек-рассел-терьер это имя собственно говоря человека бестерьер конечно джек-рассел человек который вывел ее порядка 200 лет назад какие цели преследовал это был священнослужитель который очень любил охотиться ему нужна была собачка типа фокс-терьера то есть охотничая порода но чтобы она была еще более помощнее маленько и поагрессивнее то есть вот здесь вот смешение крови охотничьих терьеров плюс бойцовские породы вот представьте себе какую смесь генетически вы себе принесли домой очень хорошая порода очень любит она людей очень любит она детей при соответствующем воспитании вот посмотрите очень много энергии у щенка нужно его выгуливать причем даже не как служебную какую-то породу собак да а здесь немножко больше даже надо времени уделять от охотничьей породы вы никогда не дождетесь любви к другим животным то есть но это бесполезно там скажем так отучать от голубей от кошек и так далее он всегда будет за ними гоняться всегда будет охотиться потом ты терьер подразумеваешь все таки вот это вот агрессивность плюс примешанные сюда бойцовские качества вам нужно быть вожаком стопроцентно вот вы здесь пишите мне может ли доминантное поведение конечно могут они самого рождения пытаются стать лидерами и здесь вот уже мама начинает их немножко ставить на место вы как мама должны ставить своего щенка на место причем вот не сисюкаться с ним вот вот предыдущая передача то есть я отвечал когда на письма и рассказывал что у нас молодая аудитория строжиться над щенками над собаками на своими и думаю что вот это вот и есть собственно говоря стать вожаком я объяснял что нужно с позиции великодушия но судя по тексту вашего письма от него прям веет то что вы очеловечиваете собаку то есть вы должны выстраивать отношения партнерские нити человек тире человек на ваши партнерские отношения должны выстраиваться человек тире собака а собака еще раз повторюсь о том что это социальное животное которое должна находиться в стае то есть как бы в семье для него для для нее для нее вот ваша семья это стая да и и она должна находиться на низшей позиции то есть даже ребенок должен быть главнее но это не значит что вы должны притеснять постоянно и строжиться над собакой но не надо ее очеловечивать болевой порог у собачки немножко другой и ваше эмоциональное состояние ваше эмоциональное состояние передается собаки если вы сами вот думаете при наказании собаки что вот как бы мне не сделать больно тогда вот и вот вот я вот он он хороший такой а я его сейчас наказываю то есть ваша внутренняя вот это противоречие она передается безусловно сразу же вашего питомца и он чувствует и поэтому вы вот именно вот вот как вожак вы должны с уверенностью наказывать то есть ну что такое наказание то что вы тыкните пальцем ченка если он не отреагировал каким-то образом вону возьмите вы его за шкирку ему не больно поверьте мама в детстве как перетаскивает за шкирку в этом нет ничего страшного абсолютно или положите на бок как я показывал в обряде подчинения посмотрите сюжет вот посмотрите они потешные они начинают прикусывать я маргарита вам сейчас им индивидуально объясняю что любой собаки нельзя подставлять руки под под укусы и когда собачка вас начинает прикусывать а вы поймите что если вы начиня начинаете поощрять это то есть но не замечать даже даже не столько поощрять а просто не замечать то вот эти вот детские шалости они потом перерастают более взрослые скажем так нехорошие моменты которые нужно будет уже корректировать ему вполне возможно что вы сами с этим не справитесь пресекать любыми путями если не понимает так значит немножко пожестче надо пресекать потому что терьер это игриво бойцовская такая охотничья такая собачка которая будет вот ну постоянно пытаться что-то делать у нее жизнь борьба она создана для того чтобы охотиться поэтому а если вы уже взяли домой перьеры себе да плюс еще смешанного по крови с бойцовскими породами собак ну вы должны вожаком быть стопроцентно поэтому не стесняйтесь наказывается собачку то есть каким образом я еще раз говорю вы подходите с полной уверенностью того что вожак не может не чувствовать свои с украины чувствовать свои неправоты то есть вы должны внутри себя чувствовать то что вы сейчас правы а вы правы потому что собачка вас прикусывает вас не слушается вы должны любым любыми путями пресекать покусывание рук покусывание ног а для того чтобы избавиться от тапок чтобы не грызть тапок но если это при вас происходит ну значит нужно пресечь это если это без вас происходит то это уже без бесполезно наказывать но если все-таки вы хотите чтобы ваше отсутствие не было погрызено мебель я всем рекомендую абсолютно всем заводчикам которые берут щенка в дом и оставляют его дома 1 приобрести вольер адекватный размером вашей собаки у вас собачка где-то 25-30 сантиметров в холке будет поэтому в принципе большого-то вольера вам и не надо когда уходите из дома значит закрываете также это вольер поможет вам когда вы будете пресекать например если собачка у вас не послушалась и вы уже не хотите сильное физическое наказание оказывает на свою собачку то можете просто запереть его вольер и он поймет что его наказывают таким образом вот так маргарита так дальше значит не реагирует на кличку но то есть захочет отреагирует не захочет не отреагирует здесь вы должны выработать положительные эмоции то есть любое упоминание вашей собачки как его честер назвали честер должно сопровождаться тем что вы даете какое-то лакомство чтобы собака знала чтобы у нее сложился вот это вот взаимосвязь имя лакомство имя лакомство имя желательно приучать когда у него значит будет промотивирована зоовитальная мотивация то есть это пищевая мотивация ну либо игровая то есть надо чтобы у собаки сложилось хорошее впечатление когда называет его кличку собака получает какое-то удовлетворение в виде лакомства или виде игры тогда он будет всегда реагировать на кличку ну про команду нельзя я вам объясню как вести в таком случае руки-ноги кусания рук-ног еще раз повторюсь это недопустимо это пресекать надо сразу же в общем не сисюкаетесь внутренний ваш настрой очень важен когда вы подходите с противоречивым чувством наказывать или не наказывает собаку лучше не подходите лучше вообще не наказывать вы должны быть уверены на сто процентов то есть он сейчас грубо говоря накосячил должен получить понести соответствующие своему косяку наказание в общем удачи вам маргарита заслужите доверие заслужить уважение и у вас все получится с вами был канал я его хвост для маргарита почему вы не пользуетесь такими способами например как использовать кормление вот здесь будет ссылочка на на передачу как правильно кормить собаку ведь когда у собаки когда у вас находится еда она воспринимает вас как именно вот какого-то бога и эти моменты вы должны использовать потом никогда не запускайте собаку на более высокое положение чем вы вот просмотрите все мои пожалуйста уроки и уйдите пожалуйста от этого состояния очеловечивания собаки как только вы перестанете очеловечивать своего терьера акцентирую внимание на том что все таки это терьер тогда у вас все проблемы сразу же уйдут удачи вам маргарита удачи вам маргарита